Зенит Подсели и начали проигрывать, прежде всего, один в один. Перестали двигаться в нападении. Это привело к тому, что Зенит тут же воспользовался этой ситуацией. Уровня мастерства игроков, которое есть, вполне хватило, потому что и Курич, и Карачев, игроки достаточно высокого уровня. И у нас просто особо не получилось их держать. И достаточно много мы совершили тех ошибок, которые, в принципе, могли, наверное, не делать разницу такой большой, но ошибки уже совершены. У нас, конечно, вопрос был к тренеру Зенита больше. Вот то, что ребята там просели, у нас это не психологический момент складывается, что судейство странная зеркальная ситуация, а фалы все равно в нашей команде. Так заметно даже болельщикам. Смотрите, вот судьи, это, как у нас говорят, тоже участники процесса. Вот. Но это участники процесса, о которых говорить нельзя. Вот. Поэтому я скажу так, что те люди, о которых говорить нельзя, у них свое видение. Почему оно такое? Нам довольно часто бывает непонятно. Но говорить о них нельзя. Поэтому мы и не будем об этом говорить. Я думаю, что в большей степени сказалось то, что все-таки, наверное, нам не хватает состава на то, чтобы ровно играть всю игру. Прежде всего, у Зенита такая возможность есть. Вот. И когда мы начинаем делать замены, то у нас всегда есть ситуация, при которой мы либо угадываем, игрок хорошо играет, либо не угадываем, играет плохо. Если бы мы не делали примерно порядка 20 ошибок самостоятельно, которые нас не вынуждали делать, это просто недоработка в защите. И сегодня таких моментов было много. Когда мы просто возвращаясь, теряли игроков. Когда два игрока нашей команды на одном краю оставляли снайпера соперника и давали ему открытые броски делать. Когда мы просили закрыть правую сторону сильную игроку, опускали все равно вправо. Когда мы просили отблокировать, а мы не блокировали. То есть это вещи, которые игроки должны делать вне зависимости ни от чего на этом уровне. Этому уже здесь не учат. Этому учат в детских спортивных школах, этому учат в молодежных командах. А в командах мастеров, которые работают за деньги, игроки должны это знать и делать. Но у одних хватает уровня мастерства, чтобы на протяжении всего сезона мимимизировать вот именно такие ошибки. А у других не хватает. Почему? Потому что не хватает игроков на 9 команд в российском баскетболе одного уровня. Или хотя бы высокого уровня. Поэтому одни команды, которые находятся в нижней части турнировой таблицы, совершают таких ошибок значительно больше. Когда мы перестанем совершать эти ошибки, тогда можно будет говорить о тех, о ком говорить нельзя. Пусть это останется на их совести, потому что уже на протяжении сезона мы это все оцениваем даже не так, как болельщики. Потому что у вас это увидели, вам это показалось, и вы ушли. Ну, может быть, кто-то из очень фанатирующих людей где-то найдет игру и пересмотрит ее. А мы каждый фрагмент по окончании игр разбираем и рассматриваем. И видим, что происходило. Иногда это делается с разных камер, и мы видим это с разных камер. У нас, может быть, и есть вопросы к тем, о ком говорить нельзя. Но мы об них говорить не будем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...